МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа событий в студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Занятия по физике, математике и информатике для школьников. Итоги работы Центров технического образования подвели в Брянской областной думе. Потоп местного масштаба. Почему из котельной на улице Дуки постоянно течет вода во дворы многоэтажек? Наше расследование. Хобби настоящего мужчины и мастера. Что можно сотворить в обычном гараже с помощью обычной сварки? Об этом в рубрике постскриптум. Самый душевный и добрый. 21 января во всем мире отмечают День объятий. Традиция зародилась в 70-е годы в США, но прижилась и в России. Спонсор программы события «Общество с ограниченной ответственностью Солнечной», представляющая квартиры от завода ЖБИ-3. Пока у всех кризис. Мы продолжаем строить по новым стандартам качества при неизменной цене. От 28 тысяч рублей за квадратный метр. Советский район. ЖК Солнечный. Фокина 113. 67 50 55. ООО «Солнечный» и АО «Завод ЖБИ-3». Проектная декларация на сайте солнечный32.ру Власть на местах. Итоги и перспективы. В дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина состоялось 12-е ежегодное заседание Совета муниципальных образований. Репортаж Кристины Персхилава. В зале главы поселков, городов и районов всего 289 представителей муниципальной власти. Ежегодное заседание по традиции начинается с подведения итогов. Это издача двух пристроек, школам в Клетне и Брянске и строительство новых развязок, мостов и дорог. И, конечно, значительные результаты в промышленности и сельском хозяйстве. Результаты социального муниципального развития позволяют с уверенностью сказать, что регион поступательно развивается. За январь-ноярд 2016 года промышленными предприятиями одружены товары собственного производства на 169,9 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 108,4%. От результатов к планам и перспективам в числе главных задач решения земельных вопросов. Разобраться с имеющимися и пустующими землями губернатор поручил главам всех муниципальных образований. Ведь земля – это не только урожай. Это рабочие места, налоги, развитие инфраструктуры. То есть это будущее наших сельских поселений. Решение кадровых вопросов, приведение в порядок дворовых территорий, строительство четырех новых школ, реализация программы по ремонту домов культуры, а также благоустройство кладбищ. Эти задачи глава региона обозначил в числе приоритетных. Также в рамках заседания были подведены итоги конкурса среди городских и сельских поселений. Один из победителей – Локотское городское поселение. В последние годы оно заметно преобразилось. Здесь был реконструирован парк, появился новый детский сад на 150 мест и современное здание школы. В планах у нас провести ремонт в нашем доме культуры, а еще, ну, большой ремонт был, а еще достроить наш хирургический корпус. Всего же в числе лучших оказались 14 муниципальных образований. Каждому денежное вознаграждение, которое пойдет на благоустройство. Кроме того, поздравления и подарки получили семь лучших специалистов в сфере местного самоуправления. Кристина Перцхилова, Владимир Шалободов, События Брянск. В Брянск областной думе подвели итоги работы Центров технического образования в 2016 году. Участниками заседания общественного совета стали парламентарии, члены областного правительства, руководители учреждений среднего образования и вузов, представители крупных предприятий. Занятия по физике, математике и информатике для школьников начались в октябре. Центры технического образования открылись в Брянске, Новозыпкове, Унече и Клинцах. Занятия в них организовали для учащихся восьмых, девятых и десятых классов. Одиннадцатиклассники за новыми знаниями отправились в вузы, Брянский государственно-технический и инженерно-технологические университеты. Сейчас в центрах технического образования занимаются полторы тысячи человек. Восемьдесят три школьника прекратили занятия из-за удаленности учреждений. В целом же посещаемость центров достаточно высока. Занятия детей в центрах технического образования, особенно учащихся в восьмых, девятых классах, способствуют их лучшей мотивации и настроенности на хорошее качество государственной аттестации. Дети понимают, для чего они учатся, для чего они учат физику, математику, информатику. Они связывают это со своим будущим. Как показала промежуточная аттестация, лучше всего школьникам даются информатика и физика. 96% обучающихся получили по этим предметам зачет. А вот с математикой дела обстоят несколько хуже. Контрольные задания выполнили только 87% учеников. Тем не менее, интерес школьников к точным наукам растет. Дети все чаще отдают предпочтение брянским техническим вузам. Этому способствует и активная профориентационная деятельность, проводимая в центрах технического образования. Есть в деятельности центров и проблемы. Во-первых, это нехватка в учебных планах часов на математику. Во-вторых, недостаток еще двух-трех центров в крупных райцентрах области. В-третьих, повышение профессионального уровня школьных педагогов и выделение дополнительных бюджетных мест в БГУ для подготовки учителей физики и математики. В этом смысле работа уже начата. В Министерство образования Российской Федерации направлены соответствующие документы. Сегодня были правильно подняты вопросы на предмет дальнейшего материально-технического обеспечения центра технического образования. В программе Брянской области заложено 5 миллионов рублей, но это в основном на заработную плату, больше на обеспечение центров технического образования. А вот что касается материально-технического образования, мы сегодня обратились к ассоциации промышленников, чтобы они собрали определенные финансы и обеспечили кабинеты физики, информатики, математики теми техническими средствами обучения, которые необходимы. От руководителя Брянского отделения Союза машиностроителей России Олега Данцева, являющегося одним из инициаторов создания центров технического образования, поступило предложение об организации детского технологического парка. По его мнению, такой формат может вывести работу по подготовке молодых кадров в регионе на совершенно новый уровень. Участникам мероприятия идея понравилась. Светлана Маркелова, Владимир Сидоров, События Брянск. Она была, она работала, согревала тепло, давала работу специалистам, но ее больше нет. Она плачет и своими слезами заливает близлежащие дворы. Котельная около дома номер 64 по улице Дуки стала проблемой для жильцов этого дома. Трубы рвутся, регулярно заливают дворы горячей водой. В причинах коммунальной катастрофы местного масштаба попыталась разобраться Евгения Гриненко. Потоки горячей воды и клубы пара над землей. Такую картину жильцы домов комплекса Дуки-64 наблюдают несколько раз в месяц. Проблема с Брянской коммунной энергией. Вот с этой старой котельной, с которой постоянно прорывает горячую воду. И горячая вода льется у нас здесь по нашей территории, по асфальту. Мы боимся, что у нас будет асфальт подмывать. Дома наши и так на склоне находятся. Огромное количество пресной воды просто выливается на улицу. Жильцы жалуются. Периодические прорывы трубы происходят на протяжении последних пяти лет. Зимой из-за снега масштабы этих аварий не так видны. А вот летом кипяток льется по всей дворовой территории. Рядом находится детская площадка, здесь же парковка для автомобилей. Естественно, что пока аварию не устранят, доступ в эту часть двора закрыт. С письменными просьбами мы обращались, с жалобами. У нас прорывается еще дальше. Был прорыв возле охраны котельной, очень сильный прорыв. Мы положили там новый асфальт. Они приехали где-то через месяц. Все это разрыли. Мы просили дать гарантийное письмо в связи с тем, что сейчас зимнее время года и нельзя положить асфальт. Но гарантийного письма нам и так не дождались. Если нам хотят сделать каток, то пусть нам составят ограждение и зальют, и мы будем бесплатно кататься. Как в Москве. Если они хотят уважать тех, кто здесь проживает, пусть они устранят данную аварию. Сейчас у жильцов очередная передышка. Протечку устранили, но надолго ли этого хватит? Котельная, принадлежащая Брянскомунэнерго, является транзитной. Она не отапливает дома и никем не охраняется. Через нее просто проходят трубы с водой. Просьбу прояснить ситуацию Брянскомунэнерго переадресовала горводоканалу. Якобы вода принадлежит им, и протечки должны устранять они. Правда, в этом ответе есть маленькая несостыковка. По словам жильцов, при каждой аварии из труб течет кипяток. В то время как горводоканал занимается подачей только холодной воды. В попытках разобраться с этой ситуацией жители потратили не один месяц. По их словам, в последнее время ждать ремонтную бригаду приходится все дольше. Иногда вода может течь несколько дней. Но своих намерений решить эту проблему жильцы не оставляют. Если аварии будут приносить весомые убытки, придется обратиться в прокуратуру. Евгения Гриненко, Иван Зюрев, События Брянск. А сейчас расскажем, о чем пишут сегодня интернет-издания и что брянцы обсуждают в социальных сетях. Дело об убийстве брянского музыканта Александра Чижикова, солиста группы «Ответ Чемберлену», вернули на доследование. Прокурор не утвердил обвинительное заключение. Напомним, что Чижиков погиб от множественных ножевых ранений в июле 2016 года. В убийстве обвиняют двух липецких неформалов. Один из них ходатайствовал о том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. В Брянске 18-летнему парню грозит срок за нападение на сотрудника полиции. 25 октября 2016 года пьяный юноша в присутствии людей нецензурно выражался. На требования полицейских прекратить нарушение общественного порядка молодой человек набросился на полицейских и сумел ударить одного из них ногой и головой. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Разыскиваются свидетели ДТП. 10 января около 8.30 утра на перекрестке улиц Красноармейской и Ромашино столкнулись Ниссан Кашкай и ВАЗ-2105. Пострадавших нет, но автомобили получили механические повреждения. Для установления обстоятельств происшествия необходимы записи с видеорегистраторов. Кто готов помочь, обращайтесь по телефону 8 960 553 0175. В Брянске сняли на видео очередных дрифтеров. Экстремальные гонки водители устроили на кольце телецентра в советском районе Брянска. Машины отечественные старые шестерки. Как говорится, дешевле тачка, больше понтов. Ждем реакцию ГАИ. Брянский суд закрыл два сайта, рекламирующих интимные услуги. Прокурорские иски к двум сайтам о ночных бабочках Брянска рассматривались в Володарском районном суде. Когда решение вступит в силу, сайты попадут в черный список. Стали известны имена лучших знатоков русского языка. В Брянском госуниверситете подведены итоги регионального этапа 22-й Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Участникам необходимо было продемонстрировать полноту знаний в области русского языка с точки зрения его современного и исторического развития. Проявить языковое чутье и смекалку в решении неординарных вопросов языковой системы. Победителями стали Варвара Золотарева, Екатерина Залогина, Дарья Горбунова. Хореографический коллектив «Карамель» стал дипломантом 20-го международного фестиваля исполнительского мастерства «Надежда Европы-2017» в номинации «Народно-стилизованный танец возрастной категории от 10 до 13 лет». Фестиваль проходил в городе Сочи. На территории Брянской области продолжается реализация программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Какая поддержка оказывается людям, которые были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в соседнее государство, в Сельцовском центре занятости населения расскажет Дмитрий Кузнецов. Юля Стытюк перебралась в Сельцо из поселка Рубежное Луганской области. Особых иллюзий по поводу работы не питала, признается Юля. Кому нужен в России учитель украинского языка? Однако молодому специалисту повезло. Пригодился второй язык по специальности – английский, которым Юля владеет в совершенстве. Центр занятости сразу помог, подал руку помощи. Я стала работать в третьей школе учителем английского языка. Позже у меня получилось трудоустроиться в Брянске в 11-й школе, также по специальности учителем английского языка. А вот Сергею пришлось столкнуться с небольшими трудностями. На родине молодой человек занимался сельским хозяйством. И, нужно сказать, небезуспешно. Однако всего за несколько часов небольшая ферма Сергея превратилась в руины. Я с Горловки, с Украины. Война уже почти три года. Бомбят очень сильно, ограды и все. Разбомбили дом, пришлось с семьей приехать сюда. Здесь устроился на работу. Семья большая? Двое детишек и жена. Новую специальность Сергей освоил достаточно быстро. Как-никак жил в своем доме и слесарничать приходилось. Адаптироваться вообще было несложно. Коллектив замечательный. Научили меня сразу всему. Работа в основном, как бы сказать, несложная. Работать можно. Постепенно учимся. Нормально. Работаю слесарем здесь долгое время уже. Знаю, как пришли ребята, как пришел к нам Сергей. Он начал работать с большим рвением, освоил профессию. Сейчас приходит любое время. Наша работа такая, что работы им и ночью вызывают. И он все время выходит и работает. Глядя на него, можно сказать, растет настоящая замена старшего поколения. Программа переселения соотечественников в Брянскую область реализуется с 2014 года. Город Селецо также является территорией вселения соотечественников. За этот период к нам уже обратилось порядка 30 соотечественников. В основном это граждане Украины. Мы им оказываем услуги по подбору подходящей работы, информирование о положении на рынке труда. Ну и, конечно же, помогаем им оформлять едновременную денежную выплату. Работодатели входят в ситуацию. Они идут навстречу, помогают и с трудоустройством, и с оформлением документов. В основном устраиваются на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, торговые точки и предприятиях сферы обслуживания. Сейчас подавляющее большинство участников программы помощи переселению соотечественников трудоустроены на предприятиях самого города Сельцо и Брянского района. Часть переселенцев, безусловно, еще вынашивает планы возвращения на родину. Правда, в основном это те, кому есть куда возвращаться. Сейчас я подаю документы на переселение, жду сейчас, как получится все с документами, получу гражданство и буду уже дальше двигаться. Я ипотеку возьму, потому что там жилье, можно сказать, пропало, продать, я не знаю, как можно быть, нет. Возьму ипотеку, да, пойду учиться, дальше что-то будем думать. Дмитрий Кузнецов, Владимир Шалободов. События. Сельцо. Ответ танкистам, рыбакам и гаражным завсегдатам. Один из предыдущих выпусков постскриптума был посвящен мужским хобби. Иронию, адресованную брянцам с не самыми экстравагантными увлечениями, некоторые приняли на свой счет. Рассмотрела виртуальную ноту протеста и отыскала человека, который творит настоящие чудеса в гаражах, Светлана Маркелова. Встречи, подшипники, гайки и болты. В руках мастера даже откровенный хлам обретает вторую жизнь. Вот уже пять лет Эдуард Краснолобов из Новозыпкова возвращает первоначальный вид, побывавшим в авариях автомобилем, восстанавливает старые и ремонтирует относительно новые машины. Хотя изначально метил в интеллигенты. Учился я в свое время в медицинском училище этого же города Новозыпков. Окончил в 97-м году. Затем поступил в юридическое БГУ Московское, здесь у нас как филиал. И в итоге все это как-то не по душе мне пришлось. И занялся ремонтом автомобиля. Последние пару лет ремесло Эдуарда вышло на новый творческий уровень. Всевозможных зверушек, насекомых, мультяшных героев, роботов и миниатюрных моделей Эдуард создал не меньше полутысячи. Из стен автомастерской в качестве заказов и подарков они разлетелись по всему свету. Местный магазин сувениров даже предлагал поставить мужское хобби на поток. Увы, тщетно. Вот последняя деталька, это кружка в этой композиции. И скульптура, куча двое. Самые крупные работы металлического робота и такого же рыцаря Новозыковец оставил себе. Фигуры в человеческий рост украшают двор и ждут пополнения коллекции. Приступить к созданию трехметрового трансформера-автобота Эдуард Краснолобов планирует с приходом тепла. Деталей, говорит, пойдет не меньше тонны. Материалы используются в основном как бэушные, которые как отслужили, как на автомобилях. Шаровые опоры, рычаги всевозможные, ступицы и так далее. Есть очень множество. Там и огнетушители, и все такое. Косом огнетушители, вот можно миньоны, также из газового баллона. Как все зависит от размера поделки, что в ней увидеть. Поверили в незаурядность гаражных завсегдаты и готовы пообщаться с не менее увлекающимися земляками. Светлана Маркелова, Максим Кузнецов. События Новозыбков. Самый душевный и добрый. В субботу во всем мире отмечают День объятий. В этот праздник принято обниматься и с близкими, и с незнакомыми людьми, чтобы поделиться своим теплом. Традиция зародилась в 70-е годы в США. Ученые говорят, что искренние и радостные объятия не только дарят хорошее настроение, но и улучшают самочувствие, повышают иммунитет и уровень гемоглобина, а также гормона окситоцина. В этот день во многих странах, в том числе и в России, проходят специальные акции и флешмобы. Обниматься с незнакомыми людьми в этот день не только можно, но и нужно. Праздник, ставший популярным во всем мире, неизменно вызывает улыбки прохожих. И, конечно, поднимает настроение и участникам, и зрителям. А главное, в пользе объятий не сомневается никто. Чтоб чувствовать другого. Для счастья, чтоб любили друг друга. Чтоб счастливым быть. Для того, чтобы не чувствовать себя одиноким. Чтобы, не знаю, испытать какое-то тепло, которое исходит от людей. Сейчас можно с уверенностью сказать, праздник, зародившийся в Америке, прижился и в России. В разных городах страны ежегодно проходят флешмобы и акции. Кто-то ходит с плакатами, бесплатные объятия, кто-то надевает костюмы сказочных персонажей. Возможно, так легче расположить к себе незнакомых людей. Подарить свои объятия другому человеку – дело несложное и не требующее затрат. Кстати, ученые считают, обниматься нужно минимум 20 секунд. Именно за такое время можно подарить душевное тепло другому человеку и получить положительные эмоции в ответ. Евгения Гриненко, События Брянск. Принимали ли вы участие в крещенских купаниях? С этим вопросом мы обратились к посетителям нашего сайта губерния.тв. Самым популярным стал ответ «не делал этого никогда». Таких оказалось 45%. 27% делают это не каждый год, но периодически. 18% опрошенных ограничиваются умыванием святой водой дома. 9% отважились на омовение в Иордании лишь однажды в жизни. А вот вариант «делаю это каждый год» не набрал ни одного голоса. Мы благодарим всех, кто голосовал. Нам всегда интересно ваше мнение. Участвуйте в наших еженедельных опросах на сайте губерния.тв. А на нашем сайте вы можете посмотреть все наши новости и программы. Также присоединяйтесь к нам в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Телефон редакции 306-696. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи». Бум-сити, второй этаж. Бум-сити, второй этаж.